Он не написал, может не помнит. А почему не написал? Обманул? Сейчас я, кстати, вот я сейчас только проверю, сейчас ему напишу. Так, это твердо, чтобы держал. И он уже начинает вопросы подсовывать. А вот там про вас говорят, то другое. Ты занимайся своей душой. Это все, это беснование опять начинается сразу же. Какое ему дело, да, то, что говорят? Я на это внимание не обращаю, а тебе-то какое это иметь? Ты помочь можешь? Что я признаю за церковь католиков, Григоря Армян? Ну и что я признаю? Что если ты меня трогаешь, трогай сразу патриарха. Трогай весь генеральный, говорится, штаб православия. Я еще с ними какое-то общение имею. Я рассуждаю. Потому что они сохранили рукоположение. Вот пять. Больше я не знаю. Ну так вот это... Я не знаю, как вы вывели. Уже даже мой опыт показывает, что если человека начинать, он не может вырваться из этих вопросов пяти церквей, из вопросов канонической территории, из вопросов прелести и гордости, он бесноватый. Да. Они ничего не могут сделать. А вот, которые на него нападали, я гляжу, они полностью похулили Духа Святого. Они не понимают. Глаза вытаращены. И он одно и то же лепит. Ну, хоть одну душу покажите, которую Господь через вас привел. Нет, ничего нету. Это засохшие смоковницы. А ты посмотри, когда у нас в ряд стоят. Да, немного. Потому что мы посылаем ищите там, далеко ехать. Кабы это, вальтер-то приехал, он бы был здесь. Но эта обстановка-то по-другому все повела. В Брауар-то. Хороший мужик, жалко так мне его. Не устоял. Сектанты одолели. Свои родные все. Ну, ладно, в этом деле разберутся без нас. Так, а вам не на работу сегодня идти? Нет, сегодня 4 ноября же праздник. А что за праздник? Конституция, что ли? Ну, видимо, да. Конституция 4 ноября. Может быть, день народного единства, скорее всего. Ну да, так называется. Так в этот день рыба-то не разрешается по празднику. Масло можно. Масло это без них мы знаем. Без них это. Я вот эти составлял когда, работал-то со старыми книгами. Почему в отдельные там прокопии можно? А если, ну ладно, у нас престольный праздник там Монфима, там можно рыбу есть в любой день. Такой это умный вопрос. А бывает так, попадают сильно знакомые такие, много претерпевшие, Зосима, и ничего нет. А прокопий есть. А смотрю его биографию, там еще и нет. С чем связано, вот это для меня непонятно. Сейчас такие календари делают в православии. Везде масло почти можно. Я смотрю. Везде можно. Нет. Там никого нету. А, ну сейчас какой-нибудь святой, вот 1800 какого-то года, 1900 какого-то года. И масло разрешают. Никак. Вот я, который брал, называется «Большой устав», по которому жила вся Россия. Я со славянского переводил цифры на новый стиль и все выставил в своем материале к истинному православию. Я ни слова не добавил. Никак. Я считаю, не надо льготы искать, а то семинаристы приравниваются к шахтерам. С чего это взяли? Что под одеялом долго прятался? Свет погас. Так я, мы используем вашу книгу. Для нашего храма календарь мы делаем. На каждую неделю у меня жена делает. И мы оттуда из вашей книги берем все. Да. Это без промаха. Это абсолютно точно. И каноны, и кроме того, большой устав. Вот как называлось. И Господь дал мне эту книгу в руках держать. И я обрабатывал эти все цифры. Но осталось тайны. Почему на Прокопию День Масла разрешается? А Афима нету. Нет. Просто непристольный праздник. А Афим единственный за всю мировую историю, который всю общину возвел на небо. 35 тысяч. 32 тысячи. Это не игрушка. Я не знаю, что за храм был, когда 20 тысяч вмещал. Это стадион какой-то. Да. Очень. Вот это Каир показывает там, когда они мусор убирают-то. Видели это? Каир. Мусорщики. Город мусора. И там он обращал, сколько людей, и они как будто были мусульмане. И у них какая-то как скала, и там конца, кажется, не видать, сколько людей. А там до этого показывают поросята, свиньи, крысы. И они... Город-то в два раза больше Москвы, кажется. Ну вот так. Мне маленький звоночек хотя бы, чтобы... Или даже письменно, как у меня нормально, нет. А то, когда бывает меня вышибет, и позвонить-то нельзя, и связи нету. Я тогда бегу. Кто имеет с Вячеславом связь? Володя, брякни ему. Вот вроде сейчас не должно быть. Я сейчас поставил вам скайп более старой версии, и отключил обновление, чтобы он не мог обновиться. Так, теперь, а почему он так стал поступать со мной-то? Там нельзя узнать? Обновление... Потому что у вас версия системы Windows. Windows 2007, старый. Да. А обновляется всё время скайп, они там каждую неделю обновляют, и, видимо, уже что-то не сходится там, и не может. Так мне нажимать... Я более старую поставлю. Обновление, когда дают, обновить надо. Если я не буду нажимать, они вообще блокируют. Нет, нет, скайп, он не заблокируют. Но мне нажимать, что... Давайте, вставлять ещё надо. Нет, 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 нет. А сейчас он не будет предлагать. Скайп, я имею в виду скайп. Другие тут приложение могут, а скайп он уже не должен. Я скайп очень люблю. Это много людей. Я могу терабайты сразу посылать. Вот такое дело. Ну, что сказать? Слава Богу. Спаси Христос. Научились тут многие говорят, спаси Христос уже. Вот у нас это сообщество-то, которое... Вчера кто-то на меня там... Я даже не знаю, кто кинул там прелести. Сразу выставили Игнатий Брещанинов, прямо говорит, без прелести нет ни одного человека. А мне некогда об этом думать. Я бы думал, сидел прелесть, гордыня и прелесть. Это у них два вот так вот сидят и двумя лапами давят клавиши. А почему? Почему я ни одному человеку это не сказал? Ни прелесть, ни... Я даже этого не знаю. Да чего ради-то? Я должен накормить его, напоить, если он пришел ко мне. Вот я тоже никому не говорил, но вот Александру Шлокову я конкретно сказал. Самая настоящая прелесть у него. Для него это ничего не значит прелесть. Там беснование. Он не руководит. Он не руководит собой никак. Он сразу начинает подкапать. А вот там такой-то, а ты-то не такой-то, а почему ты не такой-то. То есть он не может никак. Он как же везде лезет, а себя абсолютно не видит. Да, да, да. А у нас тогда было... Он видит в этом, в своей греховности, он видит, даже смакует. Он говорит иногда, что вот я такой грешный, я вот зато я смиряюсь. Ну вот он мне писал, я читал. Там вообще невероятная какая-то гордость и прелесть. Я такое не видел никогда даже. Вот. И это все он получил от монахов. Вот он начитывается всяких Симеонов Афонских там и всевозможных. Начитается. И вот у тех, кто постоянно в каких-то тяжких грехах, им так хорошо на сердце кладутся вот эти все их писания монахов. Я вот удивляюсь, почему так? Вчера ко мне Владислав зашел, он так подписывается. Ну и в женском монастыре там работают. Можно, не можно. Я говорю, где-то вот, ну там в ограде. Ну и что надо. И тоже, вроде бы все, я ему ответил, а все-таки начинает. А как же вы признаете Григориана Армян? Ну что признавать-то? Есть рукоположение. Я больше ничего не одобряю, что они там руки вот так вот в воду в чашку положат, ее обтирают. Коленки заделал крещеных. Крещение во всем мире нарушено. Везде. Сатана знает, это вход. И он везде. Врата Ада не одолеет. Это врата Ада. Крещение стоит главный здесь. Вот я когда был, ну раньше ездил везде, тогда был Ленинград, Исаакиевский собор-то. Я вам рассказывал, помните, как зашли и там... Помню, помню. Да. Вы там проповедовали. Да, проповедовал. Так она там написана, поднимитесь врата вверх, и ваше войдет царь слава. И она объясняла, пасхальный день, священник красный. Я говорю, нет, победа. Он не наклоняется никем, врата должны подняться сами. Не он наклоняется. И тут весь, ну сколько, не больше, там минут сорок или меньше было. Весь собор забил. Они заходят, а выходить никто не выходит. А до этого групп пять было по разным местам, по храму, маленькие, грубкие, три. Да, конечно, давай просить меня, что тут к дверям подвиньте, чтобы они за вами вышлись. А почему? А у них, как говорят, нет этой харизмы. А они не знают это. Им нужды никакой нет. Они не чувствуют, бесчувственные эти люди. Вот на меня, которые нападают, это те, кому я особенно много помогал. Особенно много. Почему? Тем выше награда. Я могу сказать только одно. Господи, можно ли? А теперь вижу, батюшка, я говорю, он говорит, какое-то состояние такое, это только похуливший духа святого, вот как у нас там, которые нападают в деревне. И около них такие же там, просто понимаешь, вот такая мертвящина, что-то обложил себя дохлым, мертвым человек. И он ничего не видит, не понимает, вот который делает это, старше. И он именно так. Он все время посмотреть не так, не так, даже архиерею там. в архиерея-то ходил, там молились же с вами, рядом было. Я же тогда спросил, батюшка ответил, а тут в начале противника, да чтоб ты умер. То есть у них больше ничего нет, задача стоит. Любыми путями. И здесь-то как оскользнулись-то, они же думали, что теперь тут четыре года хлопнет, а ничего нет, суд закончился, несудимости, ничего нет. Но вчера уже ролик показывает, Лена идет в барабаш по храмовому пруду, где крещение идет, и там бобры прогрызли, и вода хлещет теперь наружу, и вода может уйти оттуда. Ну, у нас Симаковский. Вот теперь пускай делает, а мы не работали на этом-то, то есть мы другие делали, а здесь, ну, вот стоит и стоит на одном месте. Нет прорубок, она была с Игорем, мы с собакой. И дело это не делает, теперь нас нету. Значит, там что нужно делать? Это надо соломы, сено больше, с землей мешать, и хорошо проливать норы, раскопать до конца нору, и тогда забивать, и когда сухое уже будет, отработкой. Ну, вот как мы делали как раз-таки. Помните, там несколько камазов в земле, там вот яма-то была какая огромная. Да. Там вообще, там, человек там снизу стоит, кажется, казалось, что невозможно, а мы, по-моему, за один день, что ли, ее засыпали, или задумали. Ладно. Да. А-то, ну, уменьшили, так ее поменьше сделали, ну, и главное-то, загородили, и все как положено. Видишь, пантера по рукам лазит. Да. Иди, гавляй. Ну, вот так это, вот, хула на Духа Святого, то это, когда я посылал материал, читали его? Читал, я везде распространил его. О, вот такое, это вот у них именно такой ненависть к тому, что Бог делает чудеса, творит. Самое большое чудо, когда человек выходит из плена у дьявола, когда обращаются люди, а у них ничего нету. У меня вот на последнее... Они не знают, что это такое-то? Вот и все. Ну, это, это, такое их, это коллегиально, они, как сказать, переплелись, и все, и мне сколько, какой змеющих вы пригрели на груди, родственники. Мне мое не пропадает, добро, говорит, осталось добром. Вот всех тех, которых у нас на каналах везде мы заблокировали, они все там собрались теперь. А что, меня никак, я сплю, меня не тревожит, аппетит хороший. Встаю рано, я в 3, 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 это трудно. Ну, велика ваша награда, говорит, на небесах. Да, Господи, я не достоин такой награды. А его участь такая, планета такая, клеветать, говорить и не понимать. Батюшка говорит, ну, вы конкретно покажите, что у вас забрал там на меня, говорит, или что-то не так. Он ничего не может. Ни один не может еще сказать. Он говорит, ну, ничего. Я не разговариваю, я понимаю, они настолько тупые, он ничего не может, не знание, не грамотное. И, главное, мои слова, а это ты. Я сказал, Исидор Пилосиод говорит, предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Так это про вас. То есть, я понял, говорит, ничего нельзя подкладывать. И мне он пущется, пену пускает, а ничего нет. У меня выход один, только молиться и не разговаривать. Никак. Они отверженные, и они не понимают уже, зачем. А знаю, как потеряевку разрушить. Это вообще, у нас поселился один, это был милиционер, тут, ну, как в храм идешь, и слева, там, такой домик стоит, Самана называется, подполковник милиции. И, ну, на пенсию приехал к сыну, сын такой слабенький, ну, крещение принял. И вот он, у меня большие связи. Это генерал-лейтенант, начальник Алтайского ВД. Это мне сказал, я много зла могу сделать. А тут неделя не прошла, а у меня прокурор, край, генерал-лейтенант, и кого назначили, какой район там, прокурор широких-то. Он закрывает, а он там, где живет-то где-то. А я пошел и сказал, Юрий Федорович, такое дело. Он через день уже убрал его, его сняли. А этого, который, генерал-лейтенант УВД-то, на который он надеялся, это вот тоже деньги, отпущенные милицией, милицией на квартиры, он где-то, видимо, научился брать. Ну, его сразу сняли. А на его место поставили Валькова, генерал-майор. А он в Потеряевку приезжал, но он промахнулся один раз, его убрали. В день, когда погиб, этот, ну, губернатор у нас был, этот, артиста был. Михаил Сергеевич-то. Евдокимов. Евдокимов-то. И не дал охранную машину. Он разбился. Но на машину еще помогла бы ему. А Путин-то приезжал хоронить, он, руки его, и сразу его убрали. Что, что не было? Если у Бога назначено было, почти 200 километров, говорит, сжали. Что спрашивать-то? А машина-то, она еще, может, бронированная была. Она летела, и, главное, я там был на том месте. Если бы ничего не было, а одна береза растет, и попасть в эту березу даже каскадер не смог бы. Она летела по воздуху сто метров, может, пять, и ударилась прямо в нее. Жена осталась живая. А он и шофер погибли. Куда он гнал? Что-то там было на родине у него, там родина его где-то. Ну, быть тому. Его тоже говорят, он какой там, как не стоит этого клоун-то в соседней стране. Но я один раз обратился на колонец, нужно было гальку и крупнозернистый песок, и они привезли, ему передали. Для меня он хорош был. Вот так. И поэтому я избираю тактику определенную с ними не разговаривать. Никак. Нельзя. Вот каждое слово, и главное, когда собрали там своих роднят, и они все там выступали против меня-то. Вот. Батюшка спросил, вы дома-то тренировались кто за кем? Да. Они специально это все проштудировали, как. Но абсолютно без мозгов. Притом, все они обязаны мне не чем-то, а жизнью своей. Они через меня-то услышали Евангелие. Я их познакомил, его отца и мать привез домой. И никакого нет. Даже понятия не имеют. А это и есть хула на Духа Святого. Поношение самого добра в корне. Они от меня ничего плохого не получили, кроме того, что есть. Да еще, братья, как плохое-то, когда я 60 лет иду одним путем. Притом, я его нигде не воротил куда-то в другую сторону. Да, я подходил под благословение к сензу католическому, сфотографировали. Еще я сделал не так. Если не так, в первую очередь, патриарха бери. С Франциском кто встречался в Гаване? Я за патриарха спрячусь. Ну да. Ирина Гришина-то, ее же выгнали из храма. Да, я знаю. Она теперь ходит, на улице стоит. Она говорит, такое аллилуйя, говорит, было, когда в последний раз она была. Это вообще непередаваемо. А всего лишь что она сделала? Женщина пришла, искала, где крещение. Она ей сказала про крещение, что крещение это только полное трекратное погружение и в нашем храме делается. Так она пошла и кто-то, видать, женщину спросил или она батюшке какому-то сказала. И те сразу распространили везде, что это Ирина сказала. И все. И говорят, нет, нет, все нормально, ты крещеная. Так эта женщина не поверила. Она говорит, я никому не верю, я только ей верю. И ищет, где креститься нормально. И вторая женщина пришла, тоже пришла, я, говорит, хочу работать торговкой в храме, торговкой. И тоже на Ирину попала. И Ирина говорит, в храме ей показала по писанию, что нельзя. И убедила ее, убедила. И та ушла и тоже кому-то сказала. И вот эти два дошло до благочинного, благочинный вызывает ее батюшку. И батюшка под этим напором сдается, ее отлучил, как бы, ну, говорит, все, больше не приходи к нам. Не приходи. И говорит, будем причащать тебя как бы дома, на дому. Не отлучил ничего, но на дому. Так вот, слушайте дальше, что интересно. Благочинный с приступом в больницу попал. У него приступ в больницу, и я сразу, мы сразу вместе, я с Ириной, и у нее такая мысль пришла и у меня, она должна его посетить туда. И она туда направила, там посетить нельзя из-за ковида, она туда ему подарки направила. Ну, может, поесть или еще что-то. по благочинному. Тот ее выключил, а она ему добро наоборот. А он говорит, это ты подлизываешься, чтобы уже назад нету. Ну, я говорю, ну и ладно. И она ему потом отправила, у вас же есть этот, пособие к исповеди священнику. Она ему отправила это пособие к исповеди священнику. Я говорю, ну теперь держись крепко. А здорово, это пособие священнику на исповеди-то хорошее. Это вообще невероятное. Я его составлял, знаете, сколько времени, священники на дом приходили, все выспрашивал. Да, она ему отправила. Но ее сейчас, конечно, ей Дух Святой ее укрепляет, она не чувствует никаких, ну, как бы ударов, легко их переносит. Это видно, когда Дух Святой укрепляет. Ну, пусть она не ожесточается, ничего у нее нет. Желательно, чтобы она одна нигде не ходила. Потому что газета писала, сейчас, не знаю, комсомольская правда, самая страшная мафия это церковная мафия. А они что угодно сделают. В житиях святых написано, как думали они отравить там Саву Просвященную и в просвор заложили яд. У нее, прямо в ее жизни это уже было несколько раз такие моменты, когда, ну, она знала, кого даже нанимали для убийства. А ее кто крестил-то? Она крещение-то приняла? Да, ее отец Георгий вот месяца три назад же погрузил. Ну, летом, если еще так же, ты захвати ее, пусть она у нас тут побудет, отдохнет. я тоже думаю, что можно. Я тоже. А ничто, ничего не сделаешь. Почему? Потому что это от Бога. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Велика. Слово, великая награда, только за одно блаженство из девяти. Когда будут поносить и прочее, это награда. И это далеко не каждому. Другие, это и горе вам, когда все будут говорить о вас хорошо. Горе. А так все распределено, как у меня есть друзья и есть враги. Но больше, чем у меня врагов, кажется, ни у кого в интернете нет. Это ужас один, сколько их. Притом, вот сейчас я покажу одного, просто надо было, сегодня мне это, материал сдали. Игнатий Лапкин во свете Библии. Я думаю, как же так, такой ролик я не знаю. Мои ролики туда ставят, которые идут отзывы, я только могу там пожаловаться. То есть я не могу не убрать ничего. Под моим именем все, я даже сам подумал, что это мой канал. А где, где это такое? Ну, где в этом, в Ютубе. Притом, А вы мне взросите, я посмотрю. Не один, надо было узнать. Мне надо, потому что, может, мы закроем его. Да я даже не знаю, следует ли, потому что, главное, если бы он следил, то, что там всякую хулу пишут, только в комментариях-то, тогда бы дело другое. Он вот, ничего, прям мои ролики неповрежденные, так и стоят. То ли он видит, популярны они, или что. Так-то его бы сразу едят, а так мои, я мимо глаз пропущу. Я это могу прямо скинуть сразу, зайти сегодня. у нас же было такое. Тогда показали, там паспорт, и закрыли. Закрыли, их нету всего. А вы несколько каналов закрыли? Да. Ну, вот, такое дело. Ну, это как бесноватые вокруг крутятся, они все время появляются. Ну, опять же, не без воли, бой же, допуск. Они бы не имели, никогда не нас проверяют, к судному дню готовят, и к великим испытаниям, какие будут. Мы уже привыкли к этому. Ну, говорит и говорит. Вот сейчас один СД подписывается у меня, можно, я даже не смотрю, еще он ставит там. Один раз посмотрел, это вряд ли тот человек. Это кто-то, кто знает, в курсе вот этих всех конфликтов, и, скорее всего, представляется этим человеком. Прямо целый ряд выставляет все, где против меня, кто когда говорил. Ему-то зачем? Мне он тоже писал, я его заблокировал. А я не заблокировал. Думаю, пока он здесь у меня трудится, других он не трогает. Я отвлекаю. Как блокадный Ленинград. Сколько дивизий гитлеровских держал? А иначе они бы их сняли и пустили на Москву. Игнат Тихонович, а вы бы никогда не думали, вот представьте, что вы с Евангелем не встретились, с Евангелем, но вы бы были военным. Ну, военным там, генералом, к примеру. Я почему-то представляю, что вы бы были как Суворов. Вот прям точно. Ну, конечно, я много тренировался на это дело. И для меня это кровь ничего не значило. Я именно для Родины. Я так понимал. Я если бы так не обратился, у Джохара Дудаева был бы, думаю, потому что больше-то где. А если было что-то где-то против, я бы с белыми был, не с красными. У меня даже где-то стихотворение есть про это. если бы я не встретил, значит, и вот этой группы бы не было, и ничего могло не быть. А вот где бы вы были, если вот сегодня, вот сейчас, где бы вы были? Вот если бы вы военный, к примеру, да, как бы вы поступали? Как вы думаете? Я не знаю как, но я думаю, что был бы с президентом. Потому что они все время дразнили этого, палкой толкали этого медведя. И теперь вот. И они развратили все в православие здесь. Делающие дело небрежно, как они делают. Которые на меня нападают, что тогда я составил этот ролик-то. Они не говорят 48-10 иеремея-то. Они вот только внешне, вот там как это взрыв был, кто-то погиб. Вы главное-то возьмите, погиб. Да Господь весь мир смел. 8 человек оставил только. Ведь там и дети были, и животные, и птицы. Даже птицам негде было спастись в Ковщине. Поэтому вывел Господь. Это не Содом и Гоморрин, а и 5 окрестных городов. Ну, может быть, по-нашему, сел больших. Я был бы на этой стороне, потому что здесь речь идет о родине. А я в этом вопросе был, готовился к этому. Отомстить, вернуть к прежнему. И поэтому бандеровцев, какие там есть, я их понимаю. Вот там был Сашка Билый, которого убили. Везде он порядок наводил. Музычка. Меня спросил отец Кирилл Сахаров. Вот я бы был, вы нашли, вот вы со всеми находите общий язык. А тут бы нашли. Я отвечаю, искать не приходится. Я это. Сашка Билый, это я. Он помогал в Чечне. Он там награду имел, от Джохара Дудаева. Он там много убил. Отомстить. Я же говорю, в 5 лет я уже хотел быть террористом. Отомстить за раскулачивание, за все этим коммунистом. И поэтому во мне все это теплилось. Я все время тренировался стрелять, там боксом записывался где. Спать там, говорится, на гвоздях. Машину. Никто не верит, что я машину водил. Да не просто водил, а бобик военный. Я серьезно готовился. Лазить там. Ухватился. Вот я за один листик дотянусь, я двумя пальцами перебираю листик до веточки. Веточку потяну к себе, я уже наверху. Дерево. Я лазил и лазил. Нырнуть вот где крещение, чтобы волну не замутить и там в камышах медленно выплыть. И когда мы тренировки делали, дольше меня никто не проводил. А там минуты 3-4 меня даже нужды не было. Вот где бы я был военный, если был. Во время службы в армии пошел записываться в легионеры. Война была в Алжире. А ты что думал-то? А главная причина какая? Чтобы лучше французский язык выучить. Ой-ой-ой. Ужас какой. Но у меня день, это 27 сентября 62-го года, день рождения. И сразу, мгновенно, сразу же, ту же минуту, Бог дал крещение Духом Святым. Вот 20-я глава Еремия, вы помните, с 9-го стиха по 14-й, прочитайте. Это у меня главное было. Еремия, 20-го, с 9-го стиха, 4 стиха. Да, кажется, с 9-го, да, до 13-го. Вот, и подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Не мог. И дальше? Ибо я слышал толки многих, розы вокруг. Заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Как его? Это же против меня. Донос сделали, тайна. И дальше? Все жившие со мной в мире сторожат за мною. Кто? Не споткнусь ли я? Да. Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его, и отомстим ему. Да моя биография там написана-то. Дальше. Но со мной, Господь, как сильный ротоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют. Не одолеют. Сильно посрамятся. Посрамятся. Потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное. Никогда не забудется. Это моя биография. Я обратился когда, то внутри меня как огонь вспыхнул. И уже к утру весь караван кораблей знали. Лапкин сошел с ума. Я всем стал говорить, радоваться. У меня никогда не было мрачного лица, что-то там меня ударили, там руки скрутили, меня подвесили, накощали. У меня вот такое вот тело делалось. Я живой остался. Живой. Это психиатрия. Это что со мной делало-то? Это тогда еще, когда из армии, в армию. Это все. Вот так. Подсматривают. Все. Прищуривают глаза. Главное, что вот те, кто вас гонит, вот из близких родственников, если бы вы были не их близкие, а где-то вдалеке, то они бы, наоборот, возможно, бы и прославляли, бы говорили хорошо. А из-за того, что близкие ваши, из-за этого... Ну, так написано. И родные. Чтобы родные, идущие мой хлеб, подняли питу. Это не просто так. Это все сходится у меня. И будут поносить вас. Неправильно злословить. И велика ваша награда на небесах. А они сумрачные. Вот такое зверелые лица делают. А мне нужны никакой нет. Я не могу скрыть радость. У меня все время радость внутри. Господи. Если бы ты прошел мимо, как песни поются, подумать страшно мне теперь, когда бы не ту открыл ты дверь. Не той бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел. У меня не было так, что постепенно бабушка за руку водила. И не было. Никогда. И вот Господь знал это, что Савл годен на это дело. Вот у меня прямо так идет. Любимец мой. Вот. Теперь думаю, мы бы с вами не встретились. Сегодняшнего разговора бы не было. Грая Тихович, я вообще думаю, я уже маме говорил, папе тоже говорю. Я говорю, мы как встретились, только такое благословение излилось во всем. Во всем. Вот во всех делах. И они говорят, да, действительно так. Я смотрю, везде во всем благословение. Я говорю, это не за наше. Не нам. А это просто из-за того, что мы тут поучаствовали в делах Божьих. Да. Три дня... Такое благословение. С вами соприкоснуешься и сразу благословение. Ну, это не от меня не известно. Благодать Божия. Три дня назад одна известная женщина, она у нас в рулетке, в рулетке, говорю, вот в этом, в скайпе, и с мужем. И он говорит, мне говорит, что, я знала мужа, мужика там, какого. И он говорит, ты шлюха. Но я же тебя не скрыла, говорит, ты проститутка. И он ушел к другой женщине. Что теперь? Я одна тут с ребятишками. Сколько у нее там ребятишек-то столько. Я говорю, а вы хотите помолиться? Давайте помолимся. Помолились, а она чуть ли не на другое и говорит, чудо какое, муж-то вернулся. Вернулся и сказал, никуда не пойду, лег на кровати лежит. А я ей говорю, ты привейте его, да будь повнимательней, да оденься как надо, не застряпанная. Это, одна ты не можешь где-то. Ну, он пошел, ну, и ты тоже виновата. Ну, такая ты есть. А если такая, в этом я тогда и выстоял, вот если такая-то была, и ревность, когда бывает, там, пятая глава, пятая глава чисел. И все выставил. Ну, буквально день или два прошло, и она мне пишет, пришел, так я должна теперь и простить его. Другой тут что-то было тоже у ней, там, такое неладно-то. Ну, мужчина. Я говорю, давайте, будешь молиться? Если согласен, скажи аминь. Помолились, он буквально полдня не прошло, он говорит, что-то у меня такое тут. Я говорю, так я к Богу возвал. У меня звонили из Англии, из Америки, помолиться. Дочь из дома ушла никак. Я говорю, давай помолимся. Помолились, она сейчас, а дочь от матери ни на шаг никуда. Почему? Бог делает. Так мне сколько людей из разных стран, что мы спали, а вы подошли и пнули нас. Одинаково все говорят. Подошел, как дал сапогом. Говорит, а кто ты такой? Я говорю, Игнатий Лапкин. Я говорю, завтра сначала искать и нашел в интернете. А он 50-ник, работал в Америке, Якубович. Да, да, я помню. Знаете, такой есть хороший мужик, Леонтьи. Одно время он хотел меня миллионами одарить, а потом говорит, что я нагородил-то, не знаю. Давай, говорит, что раздал другому место, да ладно. И потом из Англии, кажется, ну, такие, совершенно большие расстояния. так хорошо заснул, как дали, да так больно. И опять, говорит, а другой лежал вот так вот, смотрю, говорит, лампочки загорелись на потолке. Я не спал. И у меня, говорит, в голове прошло, надо образовать тут пасеку в горах на Абазе, Глушенко Вячеслав. Он зав какой-то там по бионике был, в Академгородье на Сибирске работал-то. Ну, и вот ему сказано было, ничего у тебя не получится. И, главное, написал Горбачева и отпустили трактор. На вертолетах, наверное, привезли там эти бульдозера и полгоры буквально снесли там в сопки. И там начал делать, ничего не получается. И тогда он давай молиться, и Бог сказал ему, пока Игнатий не будет с тобой, у тебя ничего не будет. Он приехал. Я говорю, знаешь, Вячеслав, а ему имя Никодим в монашество принялся. А Никодим, он и приезжает, у меня рядом часы стоят, и сохранилось там полчетвертого. Всегда ночью. Я говорю, ты знаешь, Никодим, ты готовь сухари суши. Они тебе сгодятся. У тебя сестра родная, она тебя любит, и она тебе будет передачки носить. Да вы что? К нему едет какой-то, поехали, его нашли на сосне повешенным. Там серьезное дело-то было. И все, и он ушел в Богородичный центр. А работал с отцом, ну, у меня был такой, Иннокентий, лютых фамилия его, Георгий Иннокентийович, слепой, в 6 лет нес отцу обедать, а когда обратно пошел, а уже таяло, и его с мостика вода унесла, и глаза песком. Я с ним переписывался. Талант. Он даже вот слушал однажды, не слышал этот рассказ, и он слышал запись какую-то, а я там беседую с отцом, кажется, Дмитрием Дудко. Это самый популярный был. Не Александр Мень, а Дудко. И он слушает слепой. И говорит, а это кто, говорит? А это отец, говорит, Дмитрий Дудко. А вот это, ну вот это из Барнеула, Лапкин, он мирянин. А он, говорит, прав. Вы меня везите туда. И они его привезли сюда, с Красноярского края. Канц, кажется. И вот, раз на два приезжал к сопровождающим. Потом один приехал. А я же около железной дороги. И как он пробрался, пробили его, нет. Я к нему поехал. Он поехал к отцу Геннадию Фаст. Это, кажется, отец Геннадия Фаст, говорит, я не мог определить границы его знания. Я его спрашиваю. Вот наизусть большие поэмы, там, Натсона, там, Иуда, Христианка, такие, Якубович, редкие такие поэты, все знают. Как вы знаете-то? А ни одного, я говорю, собрания, когда приезжали атеисты, кто-то не пропускал, все слушал. И главное, вот я когда говорю, такой-то святой сказал, а я число не называю, не все знают. Он знает, какого числа. Вот какое дело-то. И главное, работал переплетчиком, и, кажется, пещи делал, и дома строил. Зрения ноль, никакого, у него просто глазницы, остались, и все. И как мы с ним сроднились, Георгий Иннокентьевич, кажется, созвать его. Лютых, фамилия Лютых. Вот какие дела, Господь устраивает как. Да. Какой я у него был, так, это, знаете, это еще в Велесоветинской Библии было, туда, раз, в руку, достаёт, вот прочитайте, такая глава стих, я прочитал, так, подождите, еще полез, достаёт, а там Брайля. Вот, и кверх ногами, там, кнопочки такие, это, пупырьки стоят, да, это-то. Вот так сохранились у меня добрые отношения до конца. Потом, где он? А? Умер? Умер. Он умер? Умер, да. Ну, у меня где-то, кажется, записи с ним были, сейчас, не знаю, после этого, это были обыски, все отнимали. Надо посмотреть, давнешнее где-то, но память осталась, вот я об этом говорю. И, главное, отец Геннадий, это от него был в Онде, Лесосибири, Енисейск, а он-то в Канске, посмотри, сколько, и все, поехал туда с ним. Какое место не возьми, о чем не рассуждаю? И вот этот Вячеслав-то, будучи Никодим-то, он с ним работал, это в храме был, еще-то там пытался говорить, а он руководит на клиросе, когда что считать, петь, этот, слепой Георгий-то. Ну, и он мне сказал, у нас вот такое появился, священники-то, там вроде зря его поставят, он еще не знает, и все колбасит тут. Ну, и у него прям сразу не пошло, он с ним. Ну, и все, он кончил, там Богородичный центр, там какой-то Иоанн у них, там они пляшут, священные, а где-то посвященнически, Божья Матерь, это там явление, пятое, десятое, это еретики настоящие. Да, да. У нас один на приходе тоже с Богородичного центра пришел, и как бесноватый, на сто процентов. Да, да, с ними нельзя говорить. И показывает он на такой детской, на коляске, одной ногой, когда упирается, катится, то и он с кадилом катится по храму и машет рукой и на этом едет. А потом они выходят и пляшут, священники. Ну, говорит, каждый давит-то виселыми ногами на Пасху поем. Вот мы так и делаем. Какой-то Иоанн, Иоанн там, какое-то слово там такое еще по местности. И что интересно, Зоя Крахмальникова к ним перешла перед самой смертью. Зоя Крахмальникова исповедница. Сколько мы были с ней вместе. Ну, там у нее измена мужа, там все, дочь против. И она туда... Веру сохранить. Кажется, где бы я понял. А у нее была евангельская вера или не была? Ну, ученые люди. Она была как раз из тех, которые близкие были судьи Дмитрию Дудко. А когда он так выступил по телевидению, это записывал, когда он сидел в тюрьме. Ясно дело, что их поколебало это все. И у меня беседы с ним кое-где сохранились. А может, читали там, где... Да, да, да. Когда первый раз я выступал и сказал, что если бы я был против, я бы половину уже увел его. И он мне больше не давал слова. Я говорил о любви Божией, исполнении Духом Святымы. Там все у меня описано. Ну вот, апостол Павел же не зря говорит, что жизнь прожил и веру сохранил. Течение совершил. Течение, да, течение прошло. Течение – это вера, течение. Куда ты чешешь, братья, чешешь? Куда ты идешь? Чеш. Ногами перебирать и волнами перебирать. А вот вы прожили уже почти полную жизнь. Скажите, самое сильное испытание для веры, когда человек теряет веру, вы можете сказать, от чего чаще всего человек теряет веру? Понимаешь, вот надо опыт иметь в этом. Я могу сказать, может быть, у другого по-другому. У меня этого не было. Она у меня никогда не была меньше. Она только возгоралась и возгоралась. У меня никогда не было что-то потерять там. Мысль какая-то мелькнет где-то, она еще не долетела, уже отшибленная. Я не могу на это вопрос. Нет, а я имею в виду, знаете, вы же видите других людей. Вот это я вас спрашиваю. Ну ладно, которые другие. Это не верю в слово Божие, потеря молитву, конкретно. Потому что он старается как-то быть один, начинает где-то подыскиваться. Это абсолютно неприемлемо. Я ни под кого никогда не подыскивался. Еще ради-то. Я ему могу скинуть материалы. Даже вот, которые нападают все время, я ему тоже скину. У меня не было... А подыскиваться это означает что? Зацепляется за слова, чтобы в яму сбросить? Да. Поэтому я держу это все, конечно. Молюсь о них, которые там враги. Их давно уже нету. Я все равно молюсь. То есть ехали куда-то. У меня они все отдельно там военные, отдельно священники, диаконы, архиереи. У меня группа больные, пьяницы. И поэтому я не забываю, почему я их пакетами во время молитвы перечисляю. Люди удивляются. Вот мы посмотрели святых, этих, там больше ста имен. И вы все помните. Я не помню, а язык шевелится. Я даже другой раз сам думаю, неужели это так? А как? Я только говорю... вдруг надо становится, вдруг сразу всплывает это имя, да? Да. Я говорю, одно стихотворение я просчитал в армии. Там два куплета было в Комсомольской правде-то. И считай, 40 лет тогда было, прошло, а организм человека, мозги, все, через 7 лет полностью меняются. А здесь несколько раз обменялось. Я его ни разу не вспоминал. А тут что-то коснулось, я его процитировал. Да где же оно было-то? Гаданий к лету к осени поплыли. Крепись, бодрись, но хочешь или не хочешь, они виски уже посеребрили. Но все равно я завтра встану рано и потружусь до наступления, до окончания дня. И солнце, уходящее на запад, я за узду поймаю, как коня. Это Господь все делает. Самое немощное, негодное, Он берет и шлифует. Вот такие вопросы, которые спрашивают, а как у вас там было, что, вот я бы за грань перелез, и там был бы отлучен. Вот у меня есть в 41-м псалме написано, из того я узнаю, что ты, Господи, за меня. Если враг не одолеет меня, если враг не одолеет, то враги не устоят там об этом и не постромятся друзья мои. Я это себе сразу взял для памяти. Если я сделаю что-то не так, а у меня есть друзья доверившиеся, вот сейчас что-то я куда-то там, как они вас тогда будут жалить все. Вот он ваш, вот он ваш. Вот. И у меня поэтому это страшило, как так. Близкие друзья, и они пострадают из-за моего минутного увлечения чем-то. Я мог увлечься, что уехать за границу, вот, я же учился в мореходном училище высшем. Я говорил, что за три курса за год сдать хотел и по одному из трех иностранных языков. Вот. Я бы был за границей и думал уйти. И Господь вот не допустил ни до чего. Я оказался там, где нужен. Был долго в Америке ездил. Я не мог дождаться, когда вернусь. тут все не такое. Хотя я свидетельствовал. Там особенно в Лос-Анджелесе было, я добивался, чтобы с молодежью встретить. Я рассказывал уже. Вот. А старики, да нет, они не нуждаются ни с чем. Наша молодежь, там машины да девки. Я говорю, ну соберите все-таки. Ну они один раз собрали, старики вышли, разговаривают между собой. Там один говорит, ты за сколько купил эту машину? Он говорит, там за 3000 долларов. Охота такое. Разговаривает о чем? Одного гляжу, он под машиной лежит, а другой стоит. И они между собой. Один красный, другой белый. И тот, который белый, то там под машиной, а этот ему говорит. А тот из машины голову, из-под машины ремонтирует там. Вылез говорит, слушай, Егор, а ты не прав. А почему? Да я по голосу понял, что ты раздражаешься. Я думал, вот это люди. И говорили, я даже не заметил, он говорит, ты раздражаешься. Тот постоял то ли у вас, то ли у меня. Что? Стук какой-то прошел. Нет, еще нету. А этот, который вон, красного-то так сказал, а тот постоял, маленько прям вот, и называет его там, как, трифон, или как говорит, слушай, трифон, а ты прав. Повернулся и пошел. Да у нас бы он там ключом его огрел бы, бензином облил. А это, ты не прав, у тебя голос. Это в Китае так было. Если борцы борются, а император смотрится, если у него глаза сделали такие, как бы злые, он сразу платочком махал. Борьба окончена, уже не надо, ты злющся. И вот с молодежью с этой встретились. Гляжу, и старики зашли. Ну, я с ними стал беседовать, они приняли меня хорошо, много, там сербы были, еще откуда-то были. У меня бывает, как сразу перевозчики есть, там, с корейского, с китайского. Старики-то смотрят, сейчас проходят, второе, они, это наша молодежь такая. Эх вы, старики, старики, поколение за поколением пропустили. Да чего же вы Христа-то забыли? Ходите, прищищаетесь, счастье исповедуйся, счастье прищищается. И вот, это у меня осталось в памяти. Так они до того удивились, это их дети, их дети. Это наши дети, такие, с таким вниманием, такие вопросы задают. Эх, молодцы мои. Вот тут, когда бывает у нас, что-то спорят, я же никогда не выхожу. Никогда. Зачем? Пускай самостоятельно учатся. Ну, а если материал большой, я скину, сразу 10, пакет 10, больше она не принимает. Стихи кто просчитает? Считает кое-кто. Стихотворение, или отдельно, сейчас я наготовил, кто как обратился. 74 человека. Я их вытащил. То есть, 15-16 тома, поотдельно, как есть. И вот-вот я буду уже выставлять. Так что успевайте. Да, да, да. Ну, правильно, тут многие же завязаны через вас, пришли, большинство. Поэтому, вы что-то скажете, и можете потерять. А мы сами лучше скажем, вместо вас. Да, да. Никак. Я нигде не выступаю. Вот они бывают, и знакомые, и близкие. Не надо там говорить, охота сказать. Ты теряешь многое. Ну, думаю, ладно, помолюсь лучше. Помолюсь и гляжу, как-то затухает так. А вот она такая-то, там, одно время тут Наталья и Елена тут между собой. А обе одинаково близкие мне. И такие, что знают, о чем говорят-то. Надо промолчать. Помолиться. Да и оставить пока. Сколько причин есть, по которым можно конфликтовать? Их миллионы. Нет, 146 причин. Я уже выставил это. Вы получили, нет? 946 причин чего? Чтобы не было раздора. Чтобы не было вот это друг против друга, когда против меня враждует. И я разбил какие моменты у тебя удержать могли. Возраст, знание, положение. И все. А, это да, да, да. Это я всем тоже всегда распространял. Вот, вот. И это все по Писанию. 146 раз надо Библию открыть. А этим-то, который против дал, они даже не стали считать. Ну, там написано 2002 год. Не сегодня это. Ну, спаси Христос всегда тихо. Ну, все, с Богом. У меня тут отец приехал, сейчас машину делать там надо. Ну, давай, там сильно-то не ложись под машину. Не, я ложиться не буду, у меня сейчас мне к семинаре надо готовиться. работать, на крыше работать и через крышу веревку перетянуть и чтобы кто-то там был. Стравливать называется, ослаблять, чтобы опустить. Береженого был бережен. Ну, с Богом. Все, спаси Христос. Аллилуйя.